Всем привет, с вами Fallfire. Сегодня мы рассмотрим гордость американской авиации, легендарный истребитель P-51 Mustang. Я выбрал D-30, потому что это самый быстрый истребитель из этой серии. Быстрее него только послевоенный Mustang. Наш боевой рейтинг составляет 5.0 в ревистичных и 5.3 в симуляторных. Раньше он был 4.7 и вполне понятно, почему его подняли. Занимаем высоту мы практически одни из первых. Впереди могут быть лишь британские спидфайеры. Наш истребитель любит большие высоты и чувствует на них более чем комфортно. Но в основном сражаться нам предстоит на более низкой высоте, ибо по большей части противники сливают свою высоту и начинают бой на нулях. Достаточно всего двум истребителям сойти с дуэльной схватки, как тот же миг там уже образовывается групповой бой. И подобно черной дыре он засасывает все ближайшие самолеты. Вот сколько боев я не отыгрывал, всегда видел подобную картину. Ладно. Не все стараются быстрее отыграть свой бой, есть истребители, которые продолжают свой полет и остаются на значительной высоте. Именно для них мы и должны набирать высоту. Наша оптимальная скорость климба составляет 270 км в час. Или проще установите угол в 20 градусов, и через 4 минуты вы будете на высоте 5000 метров. На такой высоте нашими основными противниками будут немецкие Доры, британские Спидфайеры или советские Як-3 ВК-107. По маневренности мы немного уступаем, но тем не менее, Мустанг отлично управляется на большой скорости, в то время, когда большинство истребителей становится фактически неуправляемыми. Мы можем разогнаться до 910 км в час и при этом не потерять крыло. Порог максимальной скорости по флаттеру у нас больше, чем у немецких фоке-ульфов. Ещё одно наше положительное качество – это вооружение. Шесть крупнокалиберных пулеметов браунинга позволяют быстро распиливать противника, даже незначительное попадание и врагу приходится не сладко. Что касаемо лент, я прочитал ваши комментарии под прошлым видео о тендерболте и решил поставить трассирующую ленту. Ещё со времён, когда я летал авиа-СБ, трассеры я выставлял в последнюю очередь, так как они сильно демаскируют. Но в РБ на всех самолётах установлены маркера, поэтому там это не особо пригодилось. В общем, поставив нужную ленту, я понял, что у меня не пулемёты, а какие-то лазер-ганы. Пуля М-20 творит чудеса. Хватает незначительного попадания, чтобы противник загорелся или потерял крыло. Мне кажется, нужно убрать эту ленту, либо заменить патрон на менее убойный, потому что они выносят быстрее, чем даже пушки. И если учитывать, что лента с М-20 появляется на раннем тендерболте, то возникает вопрос, что она там делает? Ведь данный патрон был принят на вооружение только после войны. Ладно, помимо турболазеров, у нас ещё установлено и подвесное вооружение. Конечно, выбор у нас более скромный, но всё же мы имеем возможность снести с собой две бомбы по 1000 фунтов или 6 ракет. На выбор Хвары или М-8. Тем более, лёгкобронированную технику можно забирать с тех же браунингов. Так что в совместных боях мы можем показать себя как неплохой штурмовик. А вот что насчёт воздушного боя? Какую же тактику нам использовать? Мустанг – это самолёт, который неплохо управляется, но вести манёвренный бой на нём сложно. Легче всё получаются проходные атаки или бум-зум. Мы хорошо держим скорость что в пикировании, что в горизонтальном полёте и можем в случае чего уйти от противника, либо наоборот его догнать. А боекомплекта нам хватит, чтобы сбить шестерых противников, но если вы ещё точнее стреляете, чем я, то может быть ещё больше. К повреждениям Мустанг очень уязвим и не может выдержать удар, как, к примеру, Thunderbolt. Я думаю, что самое время подвести итоги. Мустанг – это быстрый и энергичный истребитель, который способен уничтожить не только самолёты, но и танки. Однако, часто перегревающийся двигатель заставляет сбрасывать обороты или хотя бы на время отключить форсаж. По опыту самолёт подойдёт для среднего пилота, потому что нужно знать особенности вражеских истребителей. На мой взгляд, очень приятный и отзывчивый самолёт, который оставит после боя много положительных эмоций. Что насчёт симуляторов боёв, то могу сказать, что у нас отличный обзор из кабины. Всё-таки каплевидный фонарь даёт возможность кругового обзора, и упустить врага из виду фактически невозможно. Также мы имеем отличный прицел и неплохую управляемость. В общем, отличный истребитель. Ставьте лайки, если вы тоже летаете на Мустанге, но если вы досмотрели до этого момента и не понимаете, что это за игра, то регистрируйтесь по ссылке в описании и вперёд, покорять небо в War Thunder. На этом по игровой части это всё. И теперь мы рассмотрим Мустанг с точки зрения истории. Модификация D появилась в основном из-за предложения в улучшении видимости из кабины. Для этого был сделан новый фонарь каплевидной формы, но это было не единственное отличие. Была усилена опора основных стоек шасси, но вот сами колёса остались прежнего размера. Также усилили вооружение. Теперь с каждой стороны в крыле монтировались три крупнокалиберных пулемёта. Боезапас у ближних к фюзеляжу пулемётов составлял 400 патронов, а у двух других по 270. Перед козырьком в кабине стоял новый прицел К-14. Это вариант английского образца. Он значительно упрощал процесс прицеливания. Пилоту достаточно было ввести в него заранее известный размах крыльев вражеского самолёта, и прицел формировал на стекле круг соответствующего размера. Когда самолёт противника вписывался в светящийся круг, лётчик нажимал гашетку. Также усилили бомбодержатели под крылом, так что теперь самолёт мог нести две бомбы по 454 килограмма. По тем временам это была нормальная бомбовая нагрузка фронтового бомбодировщика. Соответственно, вместо бомб можно было взять подвесные баки большой ёмкости. Все самолёты модификации Д перестали красить маскировку на земле и в воздухе, в условиях господства в небе сочли излишней. Истребители стали сверкать полированным металлом. При этом из технологического процесса исчезли операции покраски и сушки. Он стал быстрее и дешевле. Мустанги стали реже вести воздушные бои и чаще атаковать цели на земле. Чтобы повысить эффективность машины как штурмовика, её снабдили ракетным вооружением. Это сделали на серии П-51Д-25. При использовании подвесных баков Мустанг мог взять 6 ракет. Без них 8 или даже 10. Ракетное вооружение значительно расширило возможности самолёта в отношении поражения малоразмерных и подвижных целей. Далее последовала серия П-51Д-30 с небольшими отличиями по оборудованию. В целом модификация Д стала самой массовой. Всего было построено 7956 машин. Истребители приняли участие во многих военных конфликтах, включая Вторую мировую войну и войну в Корее. Вот такая история. Кто впервые на канале, не забываем подписываться, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я вам желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.